Природа отдыхает Крупинки появляются усы Эти усы нельзя спутать с усами других рыб Ведь это усы коридораса Вода в прудах и болотах не отличается своей чистотой Зачастую вода в таких водоемах имеет коричневый оттенок Отсутствие течения приводит к тому, что дно заиливается Такие места являются излюбленными для коридорасов Особой популярностью пользуются участки водоемов с густой растительностью Это достаточно мелкие рыбки У коридорасов нет острых зубов, нет шипов А потому они являются легкой добычей для более крупных рыб Растения, коряги и камни это единственное, что может послужить защитой для этих рыб Однако коридорасы большую часть своего времени проводят на дне Каждое движение плавников поднимает звесь Таким образом коридорасы неосознанно используют еще один метод защиты Своеобразную маскировку Природа этих мирных рыб наградила достаточно прочной броней От крупных хищников она конечно не спасет, но от рыб среднего размера может помочь Давайте присмотримся к броне и посмотрим из чего она состоит По всему телу коридораса расположены рядами костные пластины Они расположены так, что перекрывают друг друга Именно от этого отталкивались те, кто придумывал название этому роду рыб Коридорас – это два слова Кори, что с греческого означает шлем И дорос – броня В такой муте самые коридорасы практически ничего не видят Но они не используют свое зрение для поиска еды В этом попросту нет необходимости У них есть усы С помощью этих усиков у ротового отверстия они и ориентируются в мутной воде Усы являются характерной особенностью этих самов Дело в том, что у коридорасов три пары усиков Две пары над верхней челюстью Одна пара на нижней Все свое свободное время коридорасы используют исключительно для поиска еды в грунте Стоит отметить, что коридорасы не любят быть в одиночестве Сбиваются в стаи и баламутят в грунт вместе Причем делают они это, как правило, после заката солнца В светлое время чаще всего прячутся в укрытиях По крайней мере, пока им не угрожает опасность Коридорасы встречаются не только в старицах, но и медленно текущих реках В таких водоемах вода более прозрачная Но протекают эти реки по территории крупных стран континента Это реки Центральной и Южной Америки, Парагвай и Оренокко В сезон дождей появляются многочисленные речушки В которые коридорасы стремятся попасть в поисках еды Но когда сезон дождей заканчивается, приходится выживать И на такой случай у коридорасов есть свой маленький секрет Кишечное дыхание В пересыхающих ручьях вода бедна на кислород Для того, чтобы выжить, есть только один вариант Заглатывать с поверхности атмосферный воздух Который поглощается в так называемом толстом кишечнике Первое упоминание о коридорасах датируется 1803 годом В этих записях говорится о том, что коридорасы широко распространены в разных бассейнах Южной Америки И составляют одну из самых разнообразных групп самов Аквариумная же история началась в 1842 году с коридораса Крапчатого Но сначала его описали и изучили И уже в 1876 Крапчатый коридорас стал самым настоящим аквариумным жителем Более того, в этом же году в Париже удалось получить первое потомство В аквариумы России коридорасы попали не сразу Долгое время они не пересекали нашу границу И только в 1904 году коридорасы появились в нашей стране Свою популярность Крапчатый коридорас не утратил и в наши дни Правда, сегодня встречаются не только природная форма, но и селекционные формы Например, альбиносная и вуалевая Многие аквариумисты отмечают, что природная форма очень стойкая Может переносить охлаждение до 3 градусов и очень теплую воду до плюс 30 Стойко переносят высокое количество органики в воде И достаточно продолжительное время могут оставаться без аэрации в аквариуме А вот селекционные варианты создания прихотливы Но тем не менее достаточно простые в уходе и содержании История открытия и описание коридорцев продолжается и в наши дни Некоторые популяции широко распространены и встречаются часто Другие виды немногочисленны, встречаются редко Новым окрасам порой даже не успевают давать названия И поэтому используют номера Бывают случаи и по сей день, когда некоторые виды коридорусов Становятся популярными среди аквариумистов раньше, чем их успевают описать ученые Сомики коридоросы рыбки неприхотливы и не требуют слишком многого Но для комфортного проживания важно соблюдать минимальные требования От условий содержания будет зависеть здоровье этих рыб и продолжительность жизни В странах Европы коридоросы являются одними из самых первых обитателей Которых запускают в новый аквариум По крайней мере, когда в аквариуме планируется содержание миролюбивых рыб Коридоросы бывают разных размеров и окрасов Но все они не очень крупные и исключительно мирные Каждый коридорос, независимо от названия, обитает на дне И все коридоросы являются стайными рыбками Одиночное содержание не приведет к быстрой гибели, но такое содержание Это издевательство над коридоросами Одинокий кори будет унывать, прятаться в укрытиях и изредка выплывать за едой Первое, на что нужно обратить внимание, это аквариум, а точнее его объем Для большинства этих сомиков достаточно 50 литров на стайку из 5 особей Естественно, чем больше будет площадь дна, тем лучше Помните о том, что аквариум, который вы для них запускаете Будет для коридоросов их постоянным домом Аквариум для коридоросов целый мир Так как эти сомики полуночники ведут преимущественно ночной образ жизни Не сложно догадаться, что яркого света они не любят Его лучше всего приглушить плавающими растениями Рекомендую в аквариуме установить обогреватель Желательно поддерживать температуру воды в аквариуме от 22 до 26 градусов Хорошая фильтрация обязательно необходима Поэтому фильтр, который вы будете выбирать, должен соответствовать объему аквариума Стоит сразу купить компрессор Невзирая на то, что у коридоросов есть способность заглатывать атмосферный воздух с поверхности Помните о том, что у них есть и жабры И именно через жабры кислород должен попадать в их кровоток Однако, когда вы вдруг увидите, что ваши кори периодически поднимаются к поверхности за глотком воздуха Это будет служить индикатором, который даст понять, что в аквариуме есть проблемы Или в нем маленький процент кислорода, или химический состав воды изменился в худшую сторону Именно так устроен мир коридоросов Своей способностью они пользуются только при необходимости И изредка, чтобы не утратить навык Важно периодически тестировать воду в аквариуме В дикой природе pH воды обычно от 5,5 до 7 Но дикари сегодня практически не встречаются в продаже Если это, конечно, не номерные коридоросы Самые популярные кори уже давно разводятся на рыбоводнях и у любителей Они адаптированы к показателям pH от 7 до 8 Щелочность от 3 до 10 градусов Для оформления аквариума понадобится песок или мелкий гравий При этом грунт не должен иметь острых углов, дабы сомики не поранились Помните о том, что большую часть жизни коридоросы будут находиться именно на грунте К тому же смысл жизни коридоросов это поиск еды на дне И при поиске корма они постоянно используют свои выдающиеся усы Слишком крупный грунт не позволит коридоросам в нем копошиться А корм, который попадает между камней Будет портиться и вместе с тем влиять на показатели воды В замкнутой экосистеме Как правило аквариум оформляют так, что получилось две зоны на дне Одна зона свободная для плавания и таинственных собраний кори Мы ведь помним, что коридоросы стайные рыбки И куда поплывет один, туда приплывут все Соответственно свободного места должно хватить всем рыбкам Вторая зона это зона укрытий Естественно укрыться также должны все члены стаи Укрытия в аквариуме необходимы не для того, чтобы спрятаться от хищников Укрытия необходимы коридоросам для отдыха и для того, чтобы спрятаться от света В качестве укрытий лучше всего подходят живые растения Так они будут себя чувствовать как на воле При этом им совершенно безразлично, какие это будут растения Отлично подходят для укрытия коряги, щели между крупных камней и даже искусственные гроты Важно не забывать про уход за аквариумом, в котором содержатся коридоросы Это не только чистка фильтра и фильтрующих материалов, но и подмена воды Для того, чтобы подмену осуществлять с максимальной пользой, важно приобрести сифон С помощью сифона можно легко убрать остатки корма Мусор между камней и слить необходимое количество воды Как правило сливают примерно 20% старой воды от общего объема аквариума И доливают свежую Подмены делать важно не только для того, чтобы избавиться от мусора Но и для того, чтобы поддерживать баланс минералов И убрать нитраты, фосфаты и другие элементы, которые со временем копятся в воде Список самых популярных коридоросов по праву занимает крапчатый Его можно найти в любом аквасалоне Не менее популярен и коридорос золотистый Коридорос альбинос встречается чуть реже, но его можно найти даже с крашеным хвостом Коридорос джули Также нередкий гость в аквариумах как профессионалов, так и любителей Интересный окрас у коридороса панда Именно из-за своего окраса пользуется популярностью Хотя стоит дороже своих сородичей Таких, как крапчатый или альбинос Очень похож на панду коридорос бандит Или его еще называют коридорос мета Еще один из самых популярных коридоросов коридорос штерба У штерба темный окрас с точечным рисунком Менее скромный окрас и рисунок имеет коридорос зигатус Но также является популярным Коридорос зеленый последние годы все чаще встречается в продаже Ну и еще один яркий популярный представитель Это коридорос Венесуэла На самом деле, каждый год список самых популярных коридоросов Немного меняется из-за их большого разнообразия Например, в этом году набирает популярность коридорос Барбатус Возможно, уже в следующем году он попадет в топ-10 Интересно, почему вообще коридоросы пользуются популярностью? Будет неправда, если я скажу, что эти самые отличные чистильщики дна Тем более отдельных камней или коряг Этим друзьям для того, чтобы называться чистильщиками Точно понадобится помощь креветок или улиток А вот поведение этих самов действительно заслуживает внимания Отмечу, что разные виды коридоросов можно смешивать в одном аквариуме Они дружно живут Даже если окрас одного отличается от окраса другого В мире коридоросов нет места агрессии Как мы уже выяснили, коридоросы не агрессивные и очень терпимы к другим рыбкам Отличными соседями для коридоросов станут живородящие рыбки Такие как гупи, малинезия или меченосцы Коридоросы не поместятся им в рот и навредить самам они никак не могут Неоны, тетры, даниорерио также будут являться отличными подселенцами Если брать рыбу крупнее, отличным вариантом станут скалярии, гурами и макроподы, лялиусы Самое главное не забывать про температурный режим Все-таки коридоросы предпочитают не слишком теплую воду Соответственно и соседи не должны быть теплолюбивыми В этом плане супер подходящий сосед кардиналы Эти малыши любят прохладу, как и коридоросы А вот с некоторыми донными рыбками могут быть стычки И в частности за укромные места Например, боция тигровая не оставит выбора и будет прогонять всех коридоросов с понравившегося ей места Но есть и совсем опасные для коридоросов рыбки, например, астронотусы Эти товарищи вступают в стычки с рыбками схожего размера А мелких коридоросов воспринимают как живой корм В бою с астронотусом панцирь не поможет Что касается улиток или креветок, бояться не стоит Можно подсаживать коридоросом А вот крабы и раки, если поймают сомика, ему не поздоровятся В мире коридоросов прохладно от воды и горячо от дружбы У меня на этом все, жду вас в инстаграме Параквариуммистика До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok